Всем привет! С вами Ольга Сергеевна и новогодний выпуск Wargaming News. Сегодня в программе. Подведение итогов уходящего года во вселенной Wargaming. Самые значимые события в мире танков и не только. Обращение к игрокам от Виктора Кислого, Сергея Баркатовского и Михаила Живца. За минувший год компания Wargaming в очередной раз показала, насколько можно быть продуктивными и успешными одновременно. Были проведены значительные улучшения всех игр, а также состоялся один из самых долгожданных релизов. Обо всех нововведениях за минувший год в мире танков, кораблей и самолетов в нашем репортаже. Для всего игрового сообщества World of Tanks год был удачным. В игре появились 86 новых боевых машин и 6 карт. Введение нового игрового режима «Командный бой» не могло оставить танкистов равнодушными. Количество боев в нем уже превысило отметку в 150 миллионов по всему миру. Похожий режим используют лучшие киберспортсмены World of Tanks. Такие крупные турниры, как «Уральская сталь», «Отборочный WCG» и другие собрали под своими знаменами 130 тысяч игроков из более чем 20 тысяч различных команд. К слову, в 2013 году было проведено более 500 турниров, что существенно превышает показатели за прошлый год — всего 142. В сентябрьском обновлении в игровой клиент был добавлен интерфейс с описанием и статусом текущих боевых задач. За выполнение этих квестов игроки могут получать хорошие награды, начиная от кредитов и увеличенного опыта, заканчивая уникальными боевыми машинами и медалями. На глобальной карте также происходили очень интересные события. Первая и вторая кампании успешно проведены и нашли своих победителей. World of Tanks растет и совершенствуется не только внутри игрового клиента. За 2013 год были организованы встречи с игроками в различных городах России, Беларуси и Украины. Численность подписчиков в социальных сетях также растет с каждым днём и уже насчитывает более 2,5 миллионов человек. Проведено огромное количество всевозможных акций, а прямо сейчас действует новогодний марафон, в течение которого все игроки получают скидки на прокачку экипажа, снаряжения, технику всех наций и многое другое. Проект World of Tanks Generals, находящийся в стадии альфа-тестирования, привлекает всё больше новых игроков. На сервере одновременно играют уже свыше тысячи человек. Игра постоянно совершенствуется и вносится к качественным изменениям, новый дизайн, графические эффекты, карты и многое другое. Были проведены встречи с альфа-тестерами в разных городах, что существенно приблизило генералов к стадии закрытого бета-теста. Будем ждать подробностей уже в скором времени. Игра World of Tanks Blitz была впервые показана в этом году на проходящей в Корее выставке G-Star, где получила награду «Лучшая мобильная игра». Танки для iOS и Android постоянно дорабатываются. Появились новые карты, техника, была переработана физика игры. Закрытый бета-тест уже не за горами. Также в уходящем году была анонсирована игра World of Tanks Xbox 360 Edition. Тысячи игроков из различных стран мира уже приняли участие в бета-тестировании. Игра получила множество положительных отзывов от прессы и практически готова к запуску в официальный релиз. Кроме того, сформирована специальная команда, которая занимается активной работой с комьюнити-проекта и наполнением веб-ресурсов, связанных именно с консольными танками. По отзывам пользователей, игра получилась самодостаточной и ничем не уступающей оригинальной ПК-версии. World of Warships вовсю проходит закрытое альфа-тестирование, и с каждой новой версией всё больше обрастает контентом. Собираются отзывы игроков, существенно улучшается картинка. Запущен и развивается блок, в котором можно отслеживать статус проекта и получать актуальную информацию о разработке из первых рук. В середине ноября состоялся долгожданный релиз World of Warplanes. Численность пилотов постоянно растёт, и количество уникальных посещений уже приближается к 9 миллионам. Кроме того, с выходом самолётов начал действовать единый премиум-аккаунт и общий свободный опыт, которые в дальнейшем объединят все игры вселенной Wargaming. Продуктивным этот год получился во многом благодаря вам, наши дорогие игроки. Спасибо всем, кто был с нами с самого начала и тем, для кого этот год с Wargaming был первым. Мы искренне благодарны за вашу верность с нашим проектом и надеемся радовать вас и в дальнейшем. А теперь давайте послушаем обращение к игрокам от главных лиц компании Wargaming. Дорогие наши игроки, и не побоюсь этого слова, наша целевая аудитория. Я не буду желать вам ничего связанного с танками, за исключением тех, кто гоняет танки в реальной жизни. Этим желаю использовать только учебные снаряды по учебным целям. Остальным пожелаю всего хорошего в той жизни, которая проходит вне экранов монитора. Взрослым мужикам, заходящим в танки отдохнуть от работы и быта. Много денег, много хорошей, интересной работы. Ну и чтобы в семье было все хорошо. Школьникам, студентам, которым это все только грозит в будущем. Хорошей учебы, сдачи экзаменов, сессий и так далее и тому подобное. Девушкам, которые пришли к нам, чтобы сделать мужиков на их поле всего, чего они сами в этой жизни пожелают. Потому что, что вы можете пожелать, я, честно говоря, представляю с трудом. Мне, извините, как бы собственной жене-то не всегда удается с подарком угодить. Поэтому будьте счастливы. Всего вам доброго. С новым 2014 годом. Дорогие игроки, хотелось бы поздравить вас с наступающим 2014 годом. И пожелать вам как можно больше всего хорошего. Своим успехом мы обязаны только вам. За это вам огромное спасибо. Спасибо. Хотелось бы пожелать вам счастья, любви, удачи не только в жизни, но и в танках. Друзья, поздравляем вас с наступающим Новым Годом. Вы сделали 2013 год по-настоящему особенным. Благодаря вашей поддержке наши танки взяли Golden Joystick второй раз подряд. Вы поверили в World of Warplanes и теперь воздух наш. Именно ваше участие и доверие делают Wargaming лучше и сильнее. И это самая большая ценность для нас. Легендарного Нового Года! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok